Президент Владимир Путин провёл очередное заседание военно-промышленной комиссии. В ходе него были подняты вопросы финансирования ресурсного обеспечения госпрограммы вооружения до 2025 года. Также на заседании комиссии обсуждалась деятельность Фонда перспективных исследований. Подробности далее. Обсуждая ряд вопросов в области обороны и безопасности России, Владимир Путин проинформировал, что подписал указ о генеральном конструкторе по созданию вооружений и специальной техники. Предполагается, что работать в новой ответственной правительственной должности будет не более 20 человек, признанных специалистов отечественного военно-промышленного комплекса. Остановившись на основных вопросах финансирования новой программы вооружений, президент напомнил об основных принципах российской политики в сфере безопасности страны. Мы не намерены втягиваться в дорогостоящую гонку вооружений. Россия никому не угрожает, и все спорные вопросы стремится решить за столом переговоров. Мы так и будем поступать в дальнейшем, будем придерживаться именно этой политики. Вместе с тем мы видим, как другие государства открыто заявляют о своих геополитических претензиях, не останавливаются перед открытым вмешательством во внутренние дела независимых государств, при этом активно наращивают и совершенствуют свои военные арсеналы. В этих условиях мы обязаны обеспечить надежную, гарантированную защиту суверенитета, территориальной целостности и национальных интересов России. Президент также отметил политику двойных стандартов со стороны некоторых зарубежных стран. Проводя последовательную политику силового давления, западные лидеры делают это под аккомпанемент разговоров о международном праве и о желании решать все конфликты при помощи дипломатии. Я уже приводил данные, связанные с количеством денег, которые направляет Россия, которые направляют другие страны на военные нужды. Это несопоставимые просто величины, просто несопоставимые, в разы больше, чем мы тратим. Но, повторяю еще раз, мы можем и должны ответить на этот вызов, причем, как я сказал вначале, не втягиваясь в дорогостоящую гонку вооружений. Можем мы это сделать? Конечно, можем. И упор должен быть сделан на высокие технологии. Вместе с тем Владимир Путин подчеркнул необходимость того, чтобы планы по переоснащению вооруженных сил были настолько же реалистичны, насколько амбициозны. И призвал учитывать финансовые и экономические возможности государства. Выделяемые средства должны быть направлены в первую очередь именно на прорывные революционные разработки. Поэтому в этом году должно быть увеличено финансирование фонда в перспективных исследованиях, в рамках деятельности которой уже реализуются 26 проектов, а 49 утверждено. Татьяна Шманаева, Время новостей, Московская область.